Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Красноярск разрабатывает единые правила озеленения города. Что интересно, никогда в истории Красноярска таких правил не было. То есть такого документа у нас нет. Вот сейчас он появится впервые. Сегодня у меня в гостях Мария Кириенко, ведущая специалист Института леса по вопросам озеленения. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что вы входите в рабочую группу, которая готовит этот документ. И для начала все-таки давайте разберемся. Что будет прописано в этих правилах? Ну, это достаточно объемный будет документ. Документ будет регламентировать, можно сказать, все этапы процесса озеленения, начиная от подготовки территории и заканчивая уходом за зеленым насаждением. То есть сюда будет входить и подготовка грунта правильная, и правильный выбор посадочного материала, и требования к посадочному материалу. То есть к его качеству? Да. Это очень важный пункт, требования к посадочному материалу. Потому что очень часто в этой части мы наблюдаем нарушения. Какие? Ну, например, очень часто привозят посадочный материал, просто выкопав его из леса, что запрещено, в принципе, лесным кодексом. Ну, лесным кодексом понятно, но... Такой посадочный материал, он просто не соответствует. То есть когда деревья или кустарники выращены в питомники, у них формируется правильная корневая система. Она достаточно объемная для того, чтобы растения смогли без проблем перенести пересадку. Растение, которое росло в лесу, оно растет на просторе. И, соответственно, нет у него цели сформировать такую достаточно компактную корневую систему. Поэтому его выкапывают, обрубают ему просто все рабочие корни. Соответственно, такое растение, оно априори обречено на гибель. Ну вот, я уже сказал нашим зрителям, для меня, конечно, это было удивительно. Я до сих пор удивляюсь, хотя давно об этом знаю, что такого документа у нас не было. Есть у нас некие методические рекомендации по формированию крона деревьев и кустарников. Но методические рекомендации – это не правило. То есть они не обязаны строго выполнять. Они имеют лишь рекомендательный характер. Ну, то есть у нас везде были такие рекомендации, которые… Ну, рекомендовано делать так. А вот как вы сделаете, это уже на ваше усмотрение, на то, сколько у вас денег есть, какие специалисты, с какими руками у вас присутствуют. Да, скажем так, что ответственность за невыполнение этих правил никто не несет. То есть здесь должна предусмотрена, на мой взгляд, быть административная ответственность в виде денежного штрафа. Если эти правила у нас будут все-таки установлены, то большее количество нарушений мы не увидим больше на улицах Красноярска. Каких, например? Ну, например, я очень часто замечаю несоответствие, скажем так, высаживаемой древесной породы экологическим условиям произрастания. То есть мы очень часто видим вдоль магистральных оживленных улиц, у нас высажены сосны, сосна обыкновенная. То есть сосна обыкновенная – это не газопылеустойчивый древесный вид, она не выносит загазовности воздуха, и она в скором времени погибнет. То есть вот те компенсационные посадки, которые, помните, все рассказывали, показывали, что засохли хвойные деревья, на самом деле это было предсказуемо? Для меня вполне предсказуемо. Подождите, а как же это наше сибирское, что сосна, ель, пихта – это как раз вот те самые растения, которые произрастают в Сибири, уж где-где, как в вечно зеленом, не посадить их в Красноярске? Мне у нас хорошо произрастает в лесной зоне, но никак не в городе, в сложных экологических условиях в Красноярске, к сожалению. И вот если горожане часто, может быть, обращают внимание на сосны и могут понаблюдать те сосны, которые были высажены 2-3 года назад, они имеют достаточно разреженную крону, у них полностью отсутствуют практически приросты или приросты настолько минимальные, незначительные. И этот процесс будет дальше продолжаться, крона также будет изреживать. То есть крона за счет чего изреживается? За счет того, что хвоя просто опадает. А за счет чего она опадает? Потому что астимуляционный аппарат не способен… То есть растение просто борется за выживание в этот момент? По сути, да. Скажите, пожалуйста, вот тогда, вот все-таки самое, скажем так, неприхотливое и самое необходимое дерево для Красноярска. Ну, какое? Ну, вот многие, наверное, будут возражать, но самое замечательное для сложных экологических условий дерево – это тополь бальзамический. Потому что… Все-таки тополя. Все-таки тополя. Благодаря тому, что у них обильно очень масса листовая, благодаря тому, что тополь бальзамический, он покрыт сверху листик, у него таким клейким веществом. Это способствует накоплению пыли, он просто перехватывает эти вот пылевые и… А как же со всеми вот этими энергиями, со всем этим пухом, от которого мучаются многие? Ну, пух у нас почему? Потому что у нас вовремя не происходит формирование крон тополей. Если это производить в свое время, например, примерно с 15-летнего возраста у тополя, то тополь плодоносить не будет. Если формировать, сразу правильно скелет кроны. Хорошо. Я думаю, красноярцы сейчас нас услышали, может быть, смирились. Но есть же и другие деревья. А вот какие? Ой, на самом деле очень много. И каштан конский, и береза повиселая, и лиственница сибирская. Из кустарников – это различные виды роз, различные виды жимолостей, различные виды чубушников. У нас выживут розы? Розы не садово-парковые, как мы привыкли видеть, а именно розы кустарниковые. Они газопылеустойчивые являются. Помимо этого, они являются высокодекоративными. Мы все видели, как прекрасно цветут розы. Ну, это понятно. Есть еще такой очень интересный вид, как рододендер даурский. У нас очень… Мне все казалось, что это растение южное. Нет, это растение произрастает на Восточной Сибири, в Забайкале, в Алтайском крае очень много. Оно, кстати, занесено в большинстве регионов. Это охраняемый вид, поскольку из-за его красоты люди его… Бесчатно обрывают, да? Ну, то есть я вас слушаю и понимаю, что, в принципе, в Красноярске город-сад создать совершенно спокойно можно за счет количества… Кстати, сколько вот примерно в списках у вас деревьев и кустарников, которые можно высаживать в Красноярске, которые здесь приживутся и будут создавать не только красоту, но и пользу приносить? Ну, вот устойчивые газовые пыли – это порядка 30 видов деревьев. А устойчивых, опять же, к газовой пыли кустарников – порядка 50 видов. Большое разнообразие. Ассортимент достаточно широкий, можно натворить. Особенно, вот у нас очень часто скидываются счетов газоны. Газоны обладают такой важнейшей функцией. И та же самая овсяница красная, которая очень часто идет в травосборах, в травосмесях у нас для газонов, она способна поглощать там аштор, накапливать это в надземных частях, потом можно просто это… Выкашивать? Выкашивать и убирать. И есть исследования ученых, которые проводили на Семипалатинском полигоне. Они, например, на пробной площади высаживали различные виды трав, и за пять лет они практически очищали почву полностью от вредных веществ. Вот это в Семипалатинске, где проходили ядерные испытания, напомним всем нашим зрителям. За пять лет растения справлялись даже с такими тяжелыми последствиями. Растения находятся на службе человека, просто должен быть научно обоснованный подход, использовать полезные функции растений и знать особенно их биологию, их экологию, где они способны произрастать, где они способны, так, чтобы максимально эффективно мы получали от них пользу. Вы знаете, что еще вызывает вопросы у красноярцев? Это обрезка деревьев. Потому что вот эти все пеньки, которые торчат вдоль дорог, я не знаю, это бесит всех. Буквально, вот я специально употребил именно это слово. Это очень сильно раздражает людей, потому что, казалось бы, летом хочется, чтобы была зелень, и тут у тебя растет пенек. И все говорят, что это на самом деле так нужно по правилам. Это правда так нужно по правилам? Ну, я когда слышу оправдание то, что это биологически нормальные процессы для деревьев, мне хочется сразу спросить, хорошо ли они учились в школе, и хорошо ли они знают, что такое процесс фотосинтеза. Если объяснить простыми словами, что такое фотосинтез? Это производство органического вещества из неорганического. То есть у нас корни поглощают у нас питательные вещества из почвы, а листва поглощают... Блекислый газ. Блекислый газ. В процессе этого, скажем так, если уж простыми словами, чтобы всем было понятно, такая каша получается, в результате которого образуется органическое вещество, которым питается растение. Что происходит, когда у дерева лишают кроны? Корни у нас, получается, поглощают питательные вещества, а... А через листву ничего... Потому что просто нет листвы. Что происходит? Дерево просто голодает. Оно просто голодает, потому что оно не может для себя вырубить органическое вещество. Вот эта вот обработка деревьев под пеньки, это на самом деле еще один способ дерева убить? Конечно. Ну, по статистике, в течение 3-5 лет кронированные тополя погибают. Это будет в правилах прописано? Обязательно. Обязательно. Мы уделили этому... Специалистов мы под это дело найдем? В правилах прописано, что на всех этапах работ по озеленению должен обязательно присутствовать специалист со соответствующим профильным образованием и соответствующими документами. Так, а еще тогда один вопрос. Вырубка, снос зеленых насаждений – это не только деревья, это и кустарники, это газоны. В этом отношении здесь какие правила будут? Как они будут снажаться? Снести дерево просто так нельзя. Вот если опираться на европейский опыт, например, за снос дерева, необоснованное в Германии, полагается штраф от 25 до 50 тысяч евро. Существуют четкие очень критерии, по которым можно вырубить деревья. И эти критерии тоже прописаны в этих правилах. А компенсации будут прописаны? Опять же, на рабочей группе, когда мы обсуждали, мы пришли к выводу о том, что у нас за, допустим, снесенное дерево кедра, если посчитать восстановительную стоимость, оно стоит всего 15 тысяч рублей. Это нонсенс. Тогда как, опять же, в европейских странах это просто десятки тысяч евро. И мы, опять же, проанализировали опыт различных регионов нашей страны по, скажем так, подсчету компенсационной восстановительной стоимости. И сейчас хотим тоже внести изменения в этот регламент для того, чтобы у нас, если и сносят дерево, то компенсация была за это дерево адекватная. То есть достаточно существенная, чтобы на эти деньги можно было восстановить, посадить тот же самый крупномер. Да. Мне очень нравится еще в этом плане вот московский опыт. Они все деньги, которые идут в порядке компенсации за снесенное насаждение, они, скажем так, собирают на отдельный счет. И с этого счета потом ухаживают за деревьев, то есть полив осуществляют. То есть такой, скажем так, есть дорожный фонд, а есть фонд озеленения. Да, да. И вот с этого фонда они ухаживают за зеленой насаждением. Это хорошая практика, мне кажется, можно... Когда документ вы уже подготовите? Документ практически сейчас находится на финальном этапе. Насколько я знаю, что буквально в ближайшее время документ будет выставлен на общественное слушание. В планах администрации до 1 июня принять уже документы. После 1 июня мы уже, надеюсь, будем жить по новым правилам. По правилам. Не по новым, по правилам. Просто будем жить по правилам. И вот это самое главное. Спасибо большое, что были сегодня на студии. Спасибо, что все рассказали. И вот если все-таки мы получим тот город, о котором вы говорите, я надеюсь, что вы, ученые, сможете убедить всех специалистов заняться более тщательным подбором деревьев и кустарников в нашем городе. Это будет не только красиво, но и полезно. У нас сегодня в гостях была Мария Кириенко, ведущая специалист Института леса по вопросам озеленения. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!